Тогда сформулируйте, что Украине выгодны и как она может этого достичь? Во-первых, Украина должна очень четко заявлять о том, что это не антитеррористическая операция. Это война. Она должна закончить правовое оформление этой ситуации. Украина должна четко сказать и подчеркивать, мы не Грузия, мы не Молдова. Мы оставляем за собой право силового решения этого вопроса. Это наше неотъемлемое право в рамках статута ООН, который уважает и Россия, и Украина, как страны, которые основали эту организацию. Статут предусматривает право применения силы для самообороны. И это должно служить напоминанием для Российской Федерации о том, что их действия этой страны будут иметь последствия. Да, мы должны при этом заявлять, что может быть сейчас мы предпочитаем политические способы решения. Очевидно, мы должны очень четко проводить грань и идеологическую, политическую работу в отношении того, что же происходит на востоке Украины. Что причиной является войны. И является не то, что какие-то были нарушены языковые права, или, скажем, не было достаточно полномочий в регионах востоке. Причина одна. Это вооруженная агрессия Российской Федерации. Да, она производится не силами вооруженных сил Российской Федерации, а вот этих вот квази образований, нерегулярных частей. Но тот же статут ООН и документы ООН, и украинское законодательство описывают эту ситуацию. Регулярные и нерегулярные воинские формирования иностранных государств. Вот то, что у нас воюет против Украины на Донбассе, это нерегулярные воинские формирования Российской Федерации. Они полностью содержатся и так дальше, и так дальше.